Основной сезон арбузов и дынь, как правило, приходится на конец августа. Но все мы видели собственными глазами, что они в продажу поступили намного раньше, еще в июне. Продавцам это, конечно же, на руку. Но есть ли риски для покупателей? Давайте разбираться. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас арбузы? Нефтекумск, Анчикулак. Еще раз? Анчикулак, Нефтекумский район. И когда собрали? Это был сбор 4 дня назад. На этой торговой точке, как выяснилось, все в порядке. Есть необходимые документы. Однако не всегда продавцы ответственно подходят к делу. Есть риск приобрести некачественные бахчевые. Стихийные рынки сегодня, которые есть, да, к сожалению, есть эта проблема нашего потребительского рынка. Но мы стараемся эту проблему совместно с органами местного самоуправления решать, вместе с контрольными органами, чтобы не допустить этих стихийных рынков. Впрочем, даже если нарушений с точки зрения закона нет, вопросы может вызывать сам товар. Каждую партию бахчевых тщательно проверяют. Исследования на токсичные элементы, свинец, мышьяк, кадмир, ртуть, нитраты, пестициды. Также паразитарная чистота, отсутствие либо наличие яиц, гельминтов и цист патогенных простейших. После покупки специалисты советуют мыть все продукты. Прежде всего, конечно, выбирать места, где вы приобретаете арбуз. То есть это должно быть специализированное место, оборудованное место для продажи. Это первый момент. Второй момент, если мы его приобрели, мы его надрезаем, мы должны предварительно вот тщательно помыть. Желательно даже с мылом помыть, это с губкой и с мылом. Хорошо промыть, смыть моющее вещество, а потом только надрезать. Сладкий и спелый арбуз выдает несколько признаков. Сухой хвостик свидетельствует о зрелости. А хороший вкус гарантирует оранжевое пятно с крупной паутинкой. Она говорит о том, что арбуз рос достаточно долго, поспел и уже готов стать угощением на вашем столе. Ярослав Лапин и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.